МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уважаем, особенно когда с сальцом ее намять. Что не кажи, а Владимир Высоцкий ведал гастрономичное густо людей. А вот специалисты агропромыслового комплекса Гомельской области ведают, как это густо задоволить. Бадает самое значное досягнение живелогадочного комплекса Гомельской области надое молока. Як чекается, по вынекам года, его будет отримано 1 миллион 12 тысяч тонн. Такий показчик у регионе был досягнутый только одной, чем в 1990-м. По областным комитетам посельских господарств и харчевания называют некольких причин терот основных за обеспечение галины якостными кормами. Досягнение тем больше значное, что на дворе в этом году выконанию планов по корму на рыхтовцы не сприяло. С учетом, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области усиленное внимание, уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу, мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Бадает самой проблемной сферой на Гомельщине оказался свиногадовля. Причины основным объективные. До этого часа уплыл оказывать наступство африканской чумы свиньев. Хоть по великим рахунку проблем хопая не только тут. У господарок нема сродков, как за властный кошт будовать новое сучасное жилогадовчее комплексы, а кредиты каштуют вельми шмат, як до речи и сами новые фермы. А почня за открытых у экс-бази Пянчин Будакашалевского района на 600 голов обышлась господарство больше как у 100 миллиардов рублев. У такой ситуации сегас-предприемство имкнуться обыходится уластными силами, и демокчима реконструивать помешкание по будаванной ранней. Это скровый приклад колгас 52 кастричника Реческого района. Таким способом отрамотовали комплекс на 3000 голов, усяго за 4,5 миллиарда рублев. Теперь на им отремлюсь молоко только готовку экстра. Продукция вся сортом экстра, все молоко реализуется с этой фермы, поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт экстра. Как чекается, программа развития живела годов в Леговинске в области на наступные 5 годов, будя затвержена у соковику 2016-го. Причем у Абалска Легасхарча плануюсь поэлечить продовольженные покажчики ясчэ на некакі процэнтів. Ёс і все подставы меркаваць, што гэтай планы будуть реальными. Олег Сентюров, Ігор Мариченко, Євген Макейнка, для ля рады компания «Гомель». Сёні у Гомелі проходзіць республіканскі семінар «Лес, мулаць, будучыя 2015». Як означаюць у Міністерстві лясної господаркі, галоная мэта на рады ознайомець молодых работнікаў з задачамі, які стоять перад галіной, а таксама выслухаць іх пропановы. Об чэм ішла размова, ведаюць нашы корэспандэнты. Парадыставліні першага працовнага мэсцца, а казанні матеріальны дапамуўі і забезпячынні жылём – гэта толькі некаторы пытанні, які традицина разглядаюцца на республіканскім семінары «Лес, мулаць, будучыя». Сёліта ён праходзіць ў Гомельскай в області. Тут ёсць, што паказаць молодым спеціялістам. Хоць не менш важна для іх і махчымаць асабісты і сустрэчы з міністром лясної господаркі, пачас якоў можна выказаць своє пропановы. Бо отрыманих у высшайших і середніх спеціальних установах ведаўні заусёда достаткова для практичной работы. Любой молодой спеціаліст сталкаўцца с одной із единственных проблем в любой отраслі – это приміняне тіх знаний, получених в университеті, приміняне їх на практикі. А також в университетах мало учат документообороту, їх оформлению, т.е. введение этой документації. Этому пришлось обучаться уже на практикі, на самом производстве, перенімаць опыт ў старших спеціалістов. Сё літа работніками лясної господаркі стали каля трохсот молодых спеціалістов. У Галіновы миністерстві означаюць, што частка з их ў бляжайшый час будзе празваны в узбройные сілы. Нехта пасля обавязковыя отпрацовкі знайдзі іншую працу. Але як свечыць практика, каля 90% молодых спеціалістов застануцца у Галіне. А таму іх практичны подрыхтувцы павышанная увага. У рэшці вынікі роботы залежыць перш за ўсё ад профісіаналізму кадров. Сёніся рот основных на керунка ўдійності лясної галіны, выросшування новых лясоў, нарыхтувка і перапрацовка драўніны, реалізація продукцій ў тымліку і на експорт. У нас є в Стані древесний ресурс, надо ефективно іспользоваць. Дзі цілеў построені підприятия концерна «Беллесбумпром», каторе ўже вводяться в експлуатацию і буду поносіць доход большой нашей стране валютной выручки і цэлым налоговых поступлінях. Олік Сентюрув, Ольга Вальчэнка, Ігор Марышэнка, Телі Радуя Кампанія Гомель. Гомельская мытня провела добрачынную акцію для выхованців Гомельського районного соціально-педагогічного центра. А крімя традиційных подарунков, дятей чыкаў незвычайны сюрприз – сустрэча с четвероногіми ахуніками храніцы. Добрачынная акція для дятей, які, пазбавленная батьковской пяшчоты, лічыць організаторы, павінны быць промеркованы не толькі до святочных дат, але і проходзіць без аніякай нагоды. Навіта таму Гомельская мытня приняла рашэння пазнаёмі дзятей со своїми сабаками з кінологічной службы. Четвероногі мытнікі наглядна паказвали, як яны умеюць працаваць. З лёгкаццю знаходзіли забароняны адаперовозу рэчы ў школьных заплечніках і своїми паводзенамі выклікалі агульнае захапленье. Дарэчына гэту сустрэчу соціяльна педагагічным центры прышлі не толькі агубы Хаванц, а лейны вучэнцы сусідніх школ. Гомельскі Ама падзначыў профісійная свята 27 гадоў з дня утварэння падраздзялэння. Сёння госупрацовнікі выконвуюць задача асаблівага прызначэння пабараць бе са злачыннастю, а таксама несуть службу па ахове грамадскага парадку. Аб дужых хлопцах ў чорных берэтах наш наступны сюжэт. Дарэчы, гэтая берэты байцам Амапа не выдаюцца автоматычны при поступлэні на службу. Права на шэння галанога убору трэба заслужыць, а для гэтага вытрымаццяшкі спыт на сілу, выносливасць і прайверку характара. Усэ гэтая якасті выявляюцца падчас маршкітка, пасля якога претендэнц даўе нормативы па агнявой подрихтовцы і змагаецца у рокапашных сутычках. При гэтым троў ёго суперніков зміняюць адзін другога. Изначально було заложено в марші дати большую нагрузку фізическую, щоб именно прочувствовать, как они смогут ли дальше выполняться. Морально-волевые качества, даже не физическая подготовка, больше морально-волевые, потому что физическая подготовка бойца ОМОНа должна быть на уровне, на высоком уровне, а морально-волевые вырабатываются именно на таких занятиях. Неадзіўна, што з десятка претендэнтэв чорны біреты отрымліваюць адзінкі. Азначаюцца супрацовнікі ОМАП не толькі ў вучэнях, а лі ў реальніх умовах. Недаўній прыклад здарэнні ў Светлагорску, калі ОМАПаўцам прышлося брать штурмам кватэру наркамана, які учыніў пагром і падпал. При гэтым байцы спускаліся з даху на альпіністскіх тросах і варуваліся ў окно. На вугул ризака неадзімна частка їх працы. Достаткова узгадаць випадак даўніх годоў. В 1993-м годзі двоё супрацовнікав роты спецпризначыня загинули пры затрымані узброўнага злачынцы, які адкрыў стральбу на вулицах Гоміля. Пожелаць самая главна крепкого здоровя, оперативно-боевой удачы, і што бы колічество выходов на службу было равна колічеству их і возвращення со службы. Руслан Прылясковскі, Марина Сіверьянова, Дмитрий Радзянка, Телерайдуе компанія Гоміль. І на гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і до новых сустрэчу ефіры.